Приветствую вас, друзья! На связи с вами снова Сергей Куликов и сайт Фокусы от Моряка. В этом видео я хочу показать вам классный карточный фокус, который называется Волшебный Тур. Для начала, как обычно, вам необходимо запомнить любую карту. Я буду пролистывать карту вот таким вот образом. Вы в любой момент не остановите, просто скажите «Стоп! Готовы? Поехали!» «Стоп!» К примеру, сказали вы здесь. Запоминайте эту карту, эта карта будет вашей. Запомнили? Окей. Уберем ее. И как следует, вот так вот замешаем. Чтобы найти вашу карту, я возьму себе четырех помощничков. Как вы думаете, что это будут за помощнички? Ну, смелее, смелее, стройте предположения. Вы, наверное, думаете, что это будут какие-нибудь там четыре четверки. А вот и нет. Кто-то считает по-другому. Ну, стройте, стройте предположения. Может быть, кто-то думает, что это четыре дамы. Ну, в принципе, тот, кто считает, что это четыре дамы, ушли недалеко. Потому что это четыре туза. Но меня интересует только крестовый туз. Почему? Потому что этот туз волшебный. Каждый раз, когда я буду убирать его под низ и буду щелкать пальчиками, этот туз будет единственный, который перевернулся рубашкой вверх. Ладно, вернем тузов всех в исходное положение. Напоминаю, у меня здесь четыре туза. И снова щелчок пальцами. И смотрите, снова туз крести перевернулся. Но он уже лежит у меня лицом вверх. Окей, ладно, давайте не будем мучить наших тузов. Перевернем их всех лицами вверх. И смотрите, снова щелчок пальцами и снова туз крести у меня выделяется. Снова он перевернулся лицом вверх. Но на этот раз он не просто перевернулся, а он еще и превратился в вашу карту. Вот такой вот карточный фокус с волшебным тузом. Ну что ж, теперь давайте перейдем и посмотрим обучение. Ну окей, друзья, давайте посмотрим, как выполняется этот фокус. Фокус этот на самом деле не сложный. Итак, вам необходимо запомнить одну карту. Зрителю дать запомнить одну карту. Пролистываем. Он говорит стоп. В общем, любыми известными вам способами даем запомнить карту и контролим ее наверх. В этом видео я сделал так. Запомнил зритель девятку черви. Оставшиеся карты я залистал. Но это место взял на брейк. То есть перед тем, как начать налистывать оставшиеся карты на девятку черви, я подставил сюда мизинец и на него вот так вот все это налисталось. То есть с этой стороны кажется, что ничего такого нет. Стоит только нормально подровнять карты, да? А с этой вот у меня брейк. Ну что ж, теперь мне необходимо вывести эту карту наверх. То есть я захватываю здесь, перевожу часть наверх. Далее я с этого вверху скидываю раз, два, три и четыре. И вот эта девятка у меня наверху. Можно потасовать, но обязательно ее надо проконтролить, чтобы она осталась наверху. Теперь говорите, что возьмете для этого фокуса четырех помощников. Начинаете разговаривать с зрителями, спросите, как он считает, какие это будут карты. В этот момент находим четырех тузов и вытаскиваем их вот так вот наверх. Кто-то может быть предположит, что это дамы, скажете вы. Ну, вы можете сказать, Надь, пожалуйста, ознакомьтесь. В этот момент, пока вы отвлекаете все действие на эти четыре помощника, верхнюю карту мы берем на брейк. Далее мы переворачиваем эти карты и говорим, да-да-да, это наши тузы. Эту колоду можно убрать, она нам больше не нужна. Итак, сейчас у меня вот такая вот история. Снизу карта зрителя, наверху четыре туза. Теперь мы говорим, но мне нужны не все тузы, в этот момент вы показываете тузов, а лишь один из них. Вот любого из этих трех выбирайте. Ну, я вот обычно беру какого-нибудь черного или наоборот красненьких. Вот, к примеру, туза пик. Говорите, ну, мне нужен лишь, то есть не надо акцентировать внимание на том, что вот смотри, тузов четыре. Не надо, это все идет фоном. Вы просто говорите, но мне нужен лишь один туз, пиковый. Почему? Потому что он волшебный. Вы вот эту туза чуть-чуть выдвигаете вперед. Далее переворачиваете и говорите. Потому что когда я вставляю его под низ, и вы убираете его под низ, да, то есть у меня вот такая вот сейчас история. Вы убираете его под низ, говорите вы, и щелкните пальцами, то это будет единственный туз, который переворачивается рубашкой вверх. И здесь у меня вот этот туз якобы перевернутый, да. Но на самом деле туз у меня прячется под картой зрителя. Ладно, говорите вы, вернем тузов всех назад. Перевернули. Итак, мы имеем четырех тузов, говорите вы. Отлистали два себе в руку, а остальных вот так вот потерли, показывая, что четыре карты. Особо не акцентируйте внимания, никому ничего не доказывайте. Просто потерли, вот четыре туза, да, убрали. Теперь у меня такая вот история. Перевернутый туз у меня лежит по центру. Итак, перевернутый туз у меня лежит по центру, а карта зрителя у меня вторая сверху. Вот это вот карта. Итак, говорите вы, снова я щелкну пальцами, и смотрите. Вы берете раз туза, далее отлистываете на него второго, далее отлистываете на него третью, третью карту туза. И вот эти две карты, вот эти два туза, вы вот так вот просто зажимаете вот так вот пальцами, вот так вот смотрите, видите, как я зажал их. И кладете вот сюда, вот как одну карту. И показываете, смотрите, теперь он у меня перевернулся лицом вверх. Собрали эти карты. Теперь говорите, ладно, не будем мучить тузов. В этот момент, пока вы это говорите, вы берете эти две карты, то есть одну, следом под нее, и просто переворачиваете вот так вот тузов, выдвигаете. Здесь у меня осталось три карты, включая карту зрителя, она у меня средняя. Теперь смотрите, вот этих тузов вы перевернули, теперь вам следующие две карты надо сместить как одну. То есть, опять же, захватываем вот этим вот местом и сдвигаем ее, эти две карты как одну, и я захватываю этого туза. Но на самом деле у меня здесь еще и карта зрителя перевернута. И последнюю карту я беру и вот так вот подгибаю указательный палец, зажимаю между средним и указательным, и вот так вот выгибаю, показываю, что это туз четвертый. То есть, все это должно выглядеть довольно-таки быстро. То есть, вот таким вот образом лежат у вас карты, да, посередине карта зрителя, точнее не карта зрителя, а наш волшебный туз. И говорите, ладно, мы не будем мучить тузов, то есть перевернем их всех обратно. Ну, сейчас вот у меня немножечко кривовато получилось. Так вот. То есть, раз, два, перевернули, перевернули. Так вот показали быстренько тузов и вновь собрали. Далее говорим, но стоит ли щелкнуть пальцами. И далее захватываем большим и средним пальцем эти карты. Верхнюю карту я выдвигаю большим пальцем туза-крести. Нижнюю карту я выдвигаю указательным или средним. Так, секундочку. Да, указательным я выдвигаю нижнюю карту. И средним и безымянным я выдвигаю третью карту. То есть, как это выглядит с другой стороны. То есть, я вот так вот захватил. Раз, два, три. И вот так вот эти карты вывел вниз. Но здесь у меня два туза. Итак, раз, указательный и средний с безымянным. А эти карты я опускаю вот так вот вниз. Говорим, обратите внимание, снова наш туз перевернулся. Будьте осторожны, чтобы вот эти карты не разъехались. Говорим, ну теперь он не просто перевернулся, а и превратился в вашу карту. И на этом, собственно, все. Быстренько сложили этих тузов, убрали их в колоду. И наш фокус завершен. Вот такой вот трюк, друзья. С вами был Сергей Куликов, он же Моряк. И до встречи в следующих видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok